МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе Формулы Ф. Первый тест-драйв нового Тигуана на арктическом полигоне в Норвегии. И что произойдет, если 16-тонным грузовиком станет управлять 4-летняя девочка. Но сначала новости автомобильного мира. Компания Бентли объявила о начале приема заявок в странах Единого Таможенного Союза на покупку роскошного внедорожника Бентли Бентаяк. В самой простой комплектации первый внедорожник Бентли будет стоить у нас 194 230 долларов. А чтобы оформить предварительный заказ на покупку этой машины, необходимо будет сделать предоплату в размере 17 950 долларов. На выполнение заказа компании Бентли потребуется не менее 6 месяцев. Хотел бы напомнить, что мировая премьера кроссовера Бентли Бентаяк состоялась осенью прошлого года на автошоу во Франкуте. Машина оснащается 6-литровым тентурбомотором мощностью 602 л.с. с крутящим моментом 900 Нм. В паре с этим мотором трудится 8 диапазонный автомат. Привод на машине, разумеется, полный. До 100 км в час Бентли Бентаяк разгоняется за 4,1 секунды, а максимальная скорость машины составляет 301 км в час, что делает Бентаяк самым быстрым кроссовером в мире. 20 марта для мотогонок в Катаре концерн BMW представляет новый пейс-кар BMW M2 MotoGP Sofiti Car. Машина создана на базе нового поколения спорткупе BMW M2 2016 модельного года. Новый Sofiti Car для мотогонок отвечает эксклюзивным цветом кузова Alphino Y, оригинальный ливрей BMW M и набором аксессуара BMW M Performance Park. Кроме того, машина оснащена специальным аэродиномическим пакетом кузова, углеродно-керамическими тормозами, покрышками межленд кап и перенастроенной подвеской M Performance. Как и стандартный купе M2 Sofiti Car, оснащен трехлитровым турбомотором мощностью 370 л.с., до 100 км в час машина разгоняется за 4,2 секунды, а максимальная скорость M2 составляет 250 км в час. Любопытно, но в день дебюта Sofiti Car в Катаре немцы планируют начать официальную продажу BMW M2 2016 года в Европе. Первую партию машин на европейских гирах концерт BMW собирается отправить уже в ближайшие дни. В Европе машина будет стоить 56 700 евро, в то время как в Америке эта же модель стоит 52 700 долларов. Шведская компания Volvo и Microsoft представили новую систему дистанционного голосового управления автомобилями Volvo с помощью смартфотч-приложения. Благодаря голосовой системе управления водитель может дистанционно установить намегацию, включить систему обогрева, завести двигатель. Одним словом, способен управлять всеми электронными системами Volvo на расстоянии, что крайне удобно. Ну а чтобы автомобиль был полностью готов к поездке, необходимо просто сказать «подготовить Volvo». И когда вы сядете в машину, то салон будет уже прогрет. Двигатель заведен, маршрут на GPS проложен, а в динамиках будет звучать любимая ваша радиостанция. Компания Kia на арктическом полигоне в Норвегии приступила к климатическим испытаниям нового поколения модели Kia Rio в кузове Hatchback 2017 модельного года. Несмотря на обильный камуфляж, закрывающий не только фронтальную и кормовую часть кузова, но и боковые плоскости, хорошо заметно, что дизайн машины, скорее всего, кардинально изменился. Об этом наиболее красноречиво свидетельствуют, во-первых, геометрические пропорции кузова. Не сложно заметить, что Rio 2017 модельного года стал гораздо крупнее в предшествии. Ну и во-вторых, под куфляжем заметно, что машина получила новые формы бамперы, фары и решетку радиатора. Учитывая возросшие геометрические пропорции кузова, салон Rio также кардинально изменился, а его электронная составляющая дополнится современными системами и новейшим мультимедийным комплексом GPS и прочими игрушками. Кроме того, согласно инсайдерским источникам информации компании Kia, в салоне модели Rio будут использованы многие элементы от модели Hyundai A20. И более того, от этой же модели Rio получат и бензиновые моторы, объемом 1,2 литра мощностью 75 и 84 л.с. и объемом 1,4 литра мощностью 100 л.с. А топовая версия Rio получит мотор от модели Kia C-GT мощностью 120 л.с. Мировая премьера модели Kia Rio 2017 года состоится осенью этого года на парижском автосалоне, ну а продажу машины поступит в конце ноября как модель 2017 года. Реставрационный центр Ferrari Classic представил полностью реставрированную модель Ferrari 250 GT Bernetta, выпущенную в 1950 году. В мире классических автомобилей эта машина является самой дорогой. В 2013 году она была продана на аукционе за 53 млн долларов. И практически тут же была передана покупателям в реставрационный центр Ferrari, где из нее фактически сделали абсолютно новый автомобиль. Весь процесс реставрации занял 14 месяцев. Уникальность данной машины заключается в том, что первым ее владельцем был легендарный итальянский пилот Дарина Серафим. Затем ее купил французский пилот Рене Ричард, далее бельгийский пилот Люсиен Гянке, затем вновь французский пилот Шакпале, ну а после него машину купил уже бельгийский коллекционер. Таким образом, этот Ferrari в отделе самые легендарные пилоты мира. Поэтому неудивительно, что аукционная цена машины взлетела до 53 млн долларов. В то время как такая же модель, но без богатой родословной, была продана на аукционе всего лишь за 8 млн долларов. 3 марта на автошоу в Женеве испанский Сеат собирается представить мировой общественности свой первый кроссовер Сеат Атек. Машина создана на той же платформе MQB, что и хатчбэк Лион. Поэтому неудивительно, что несмотря на достаточно симпатичный внешний дизайн, особой свежестью восприятие первый испанский кроссовер не бличет. В нем есть много общего с хатчбэком Лион. Если признаться честно, то решение руководства компании Сеат снизить себестоимость кроссовера за счет использования дизайнерских решений модели Лион вызывает легкое недоумение. Дело в том, что сегодня компания Сеат находится на грани банкротства. Практически все автомобильные рынки мира отказываются от модели Сеата, и все надежды руководства Сеата на улучшение продаж были связаны с выпуском первого кроссовера. Ну, казалось бы, в такой патовой ситуации необходимо было искупиться и создать такой кроссовер, чтобы весь мир просто ахнул. Ну, а вместо этого испанцы стали скребсти по сусекам и наскребли на маловразумительных кроссоверах. К примеру, не только внешний дизайн и оформление салона кроссовера Атека получил от других модели Сеата, но также и гамму прилагаемых моторов, который будет состоять из 1-литрового турбового мотора мощностью 110 л.с. и объемом 1,4 л.с. мощностью 150 л.с., но также трех турбодизелей мощностью 110, 150 и 184 л.с. О технических характеристиках, вариантах комплектации и оцене испанцы обещают сообщить 3 марта в день мировой премьеры кроссовера на весеннем Женевском автосалоне. Компания Hyundai представила американцам новое поколение кроссовера Santa Fe 2017 модельного года. Любопытно, что данный модель предназначен исключительно для североамериканского рынка машин. В других же странах мира Hyundai будет продавать рестайлинговый Santa Fe 2016 года, который был представлен в прошлом году на автошоу во Франкфурте. Американская же модель отличается обновленным дизайном, которым почему-то корейские дизайнеры взяли за основу стилистику более дешевого кроссовера Tuxa, что особенно хорошо заметно по переднему бамперу с интегрированными светодиодными ходовыми огнями и в пластическом решении фронтальной и кормовой части кузова. Кроме того, машина получила нового дизайна колесной диски размером 17, 18 и 19 дюймов. Санта-Фе 2017 модельного года будет прилагаться покупателям с бензиновым атмосферным мотором объемом 2,4 литра мощностью 185 л.с. и турбовым объемом 2 литра мощностью 245 л.с. Этим мотором будет оснащаться Санта-Фе с дополнительным именем «Спорт». А семиместная версия кроссовера будет оснащаться мотором объемом 3,3 литра мощностью 290 л.с. В Америке Санта-Фе 2017 модельного года будет стоить в базовой комплектации 25 320 долларов. Компания Nissan Auto Show в Чикаго собирается представить сегодня новое поколение внедорожника Armada. Но, впрочем, если признаться честно, то под гордым названием Nissan Armada 2017 модельного года прячутся два старичка – Nissan Patrol и Infiniti QX80. Дело в том, что есть прежний внедорожник Armada, был создан на оригинальной платформе пикапа Титам, то новое поколение Armada, созданное на платформе внедорожника Petrol и Infiniti. Кроме того, даже внешний дизайн Armada в точности повторяет Petrol с некоторыми элементами от модели Infiniti QX80. Салон Armada также копирует Petrol, а в качестве силовой установки на Armada установлен Petrol-овский мотор объем 5,6 литра мощностью 400 л.с., работающий в паре с шести диапазонным автоматом. Если теперь вновь окинуть взглядом и оценить Armada 2017 модельного года, то несложно увидеть, что фактически никакой это не новый внедорожник, а старая модель Nissan Petrol. Ну, казалось бы, японцам проще было не навешивать на Petrol табличку Armada 2017 модельного года, а продавать машину под собственным именем ваниль. Но проблема заключается в том, что американцы почему-то очень не любят Petrol. И если Armada и Infiniti еще продаются в США, то попытка продать в Америке Nissan Petrol полностью провалилась. Поэтому хитрые японцы решили обмануть доверчивых американцев и на старый Petrol повесили новую табличку Armada 2017 модельного года. Продажу машины поступит осенью текущего года, и тогда станет ясно, удалось ли коварным японцам обмануть простых и доверчивых американцев. Компания Volkswagen накануне начала серийного производства нового поколения кроссовера Tiguan 2016 модельного года провела для журналистов-экспертов на арктическом полигоне в Норвегии первый ознакомительный тест-драйвер. Итак, с точки зрения внешнего дизайна новый Tiguan смотрится более радикально и современно, чем предыдущее поколение. И хотя дизайн Tiguan выполнен в том же стиле, что и все новые модели Volkswagen, тем не менее, во внешнем облике Tiguan трудно найти даже легкий намек на схожесть с Passat и Riturato. Машина смотрится индивидуально, даже оптика кроссовера существенно отличается от других моделей Volkswagen. Первое, что бросается в глаза в салоне машины, так это новая цифровая панель приборов с пятью режимами оформления. Кроме того, машина оснащена проекционным дисплеем с экраном из стекла, на котором отображается скорость автомобиля и другая информация. Ну и разумеется, новый Tiguan оснащен новой развлекательной системой с возможностью подключения телефонов, работающих на базе Android. Благодаря увеличенному размеру кузова салон машины стал более просторным, багажный отсек стал более вместительным, а если сложить задние сиденья, то можно на Tiguan перевезти даже огромный холодильник. Гамма прилагаемых моторов новой Tiguan состоит из четырех бензиновых двигателей, мощностью 125, 150, 180 и 220 лошадиных сил, а также четырех дизелей, мощностью 115, 150, 190 и 240 лошадиных сил. Вариантов привода два. Либо передний, либо полный. Непонятно почему, но на тесты в Норвегию немцы привезли Tiguan только с двухлитровым трубодизелем мощностью 150 лошадиных сил. С этим мотором Tiguan до сотни разгоняется за 9,3 секунды, а максимальная скорость машины составляет 200 км в час. При этом средний расход топлива составляет 5,6 литра на 100 км пути, что полностью соответствует действительности. Мы промчали по снежным дорогам Норвегии более 300 км, и средний расход топлива у нас действительно не превысил 6 литров на 100 км пути. Средний несомненных достоинств новой Tiguan следует отметить новую систему управления полным приводом. Она имеет четыре режима. Движение по асфальту, движение по снегу и два режима для движения по бездорожью. Средний и тяжелый с электронной блокировкой дифференциалов. И хотя трасса тест-драйва была не сложной и проходила по укаторному снегу, лишь в одном месте нам пришлось проехать по целине с небольшим снежным покрытием, тем не менее для городского кроссовера новый Tiguan выглядит весьма и весьма достойно. Продажу кроссовер Tiguan 2016 модельного года поступит в апреле текущего года. О цене машины, к сожалению, нам ничего не сказали, но Tiguan с двухлитровым дизелем, который мы тестировали, будет стоить в Европе 33 925 евро, что на мой взгляд несколько дороговато для городского кроссовера. Шведская компания Volvo приступила к реализации новой рекламной программы «Смотри, кто за рулем». Первая акция шведы решили доверить управлению грузовиком Volvo FMX весом 18 тонн четырехлетней девочке Софии. Чтобы обезопасить ребенка и окружающих от трагических последствий, инженеры Volvo оснастили грузовик дистанционным управлением, а трассу теста проложили на специальном полигоне. И хотя четырехлетняя девочка устроила грузовику невероятно жесткий дорожный тест, тем не менее, грузовик с честью выдержал это суровое испытание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok